Друзья, ну обратите внимание, где мы сегодня находимся. Это промзона Краснодара. Мы приехали в гости к нашим друзьям замечательным. Ваня по-белому по главе с Алексеем вновь нас начинает удивлять. Ни для кого не секрет, мы с ребятами делали уже такую классную вещь, как тонна борща. Ну, тонну борща у нас варил, естественно, повар. Там был главный вопрос, в чем это варить. И здесь Леша со своей командой пришел на помощь. Ребята сделали кастрюлю на тысячу литров. Мы изготовили борщ, попали в Книгу рекордов России. Классно. Потом поступил заказ на казан, которого тоже никогда не поведел. Ребята, сварили огромное казанище. А сейчас за моей спиной находится она, мать всех печей. Посмотрите, друзья, обратите внимание, такую печь в ванную ты себе точно не поставишь. И вот эти вот модульные баньки, которые тоже сооружают, она просто ее истопит заживо, я так понимаю, да? Посмотрите, друзья, мне кажется, что это, наверное, из сказки про Бабу Ягу, когда она закидывала. Помните, что именно в эту печь пометился бы настоящий большой человек. Не побоюсь этого слова. Если мы можем открыть, посмотреть, как мы можем это сделать. Оп, я смог сам это сделать. Вот, друзья, посмотрите, баня по-белому. А здесь как будто можно загонять машину и вот снизу там что-то чинить, да? Ну, вообще, это топка. Я же не совсем тоже, да? Я же немножко понимаю, это топка, правильно? Мы можем заложить полную печь дров, полную печь дров и этой печкой хватит, чтобы отапливать помещение. Какое? 6 на 6 баньку, да? Да, 6 на 6 баньку при помощи этой печи можно отопить просто максимально. Но мы всегда говорим, что не надо топить прям максимально, чтобы все горело. Париться нужно при нужной температуре. Ну, для любителей экстремальных, скажем так, температур. Вот, пожалуйста, вот это прекрасная вещь. Самое интересное, что она не только здоровая. Это печь под откладным кирпичом. Она не только здоровая, но она и визуально красивая. Посмотри, вот мне всегда интересно было, это стекло, как оно выдерживает температуру? Ник, давай как бы немножечко как раз поговорим. Вот, во-первых, Никита, классно, что ты приехал и пришел к нам и решил, так сказать, увидеться в своем баку. Лучше, как говорится, увидеть, чему слышать. Значит, печь Казачка Кардия 70. То есть она реально под 70 кубических метров парного помещения. Ты абсолютно прав. Я прям попал. Абсолютно, да. Кроме этого, надо иметь в виду, что она обладает самым рекордным стеклом в своем классе. Ни у кого такого. То есть мы еще раз идем по принципу рекордов. Больше, чем у остальных. Абсолютно. И при этом это абсолютно работающее стекло. Это жаростойкое стекло специально. Шот Робокс. Оно единственное стекло, которое способно выдержать температуру прямого горения огня. Какая температура прямого горения огня? Ну, прямого горения огня не менее 700 градусов. Не менее 700 градусов. Поэтому, естественно, здесь топка вся выполнена из жаростойкой нержавеющей стали, как мы умеем делать. А мы умеем с нержавейкой работать. Эта печка именно для русской бани. Я бы даже сказал, принципиально русская баня, она это ее конек. Потому что, почему? Потому что в нее есть парогенератор. Ты же уже, кстати, парился. Я уже соображаю немного. Еще скажи, пожалуйста. Вот такая огромная печь. Понятно, что так придется большое количество водородов, чтобы она топилась там все-таки, грубо говоря. В дым не будет идти. Вот она в своем случае. Но здесь же вот это что? Шелька-ка это нет? Там все герметично? Конечно. Теперь давай откроем дверцу и ответим на этот вопрос. Давай. Естественно, у нас везде находится уплотнительный шнур, который великолепно уплотняет. Ручка, которая создает правильную притяжку дверца. И все, и ничего не отгодно. Дальше, в топочке, вот смотри, многие производители, об этом мне часто говорят, когда открываешь дверцу, и огромный объем воздуха выбивает пламя в обратную. У нас стоит отсекатель, который не дает в пламя попасть в лицо. То есть абсолютно безопасно. Также нижний отсекатель, который не дает сыпаться дровам к стеклу. Это что касается, друзья, многие любят в баню ходить с пивом, что делают тоже неправильно, как меня Леша научил. Он кто все-таки уже под газом, под пивком, не бойтесь опалить себе ресницы, бороду, все здесь свой волосяной покров, потому что здесь стоит отсекатель жарового пламени. Правильно я понимаю? Абсолютно точно. Вот такая вот вещь. Давай, Леша, еще посмотрим сверху, что там. Давай. А дальше идет какая-то, смотрите, да, на самом деле, насколько плотно она примыкает. Это сам котел. Непосредственно сама топка. Самотопка. Так как у нас печка идет двухкамерная, нижняя и внешняя камера, то у нас печка оборудована сводом дожига. То есть мы не выкидываем в дымоход топливо. То есть все, что не догорело в первичной камере, догорает у нас во вторичной камере. И это дает что? Мы здоровые. Мы увеличиваем КПД. Мы увеличиваем КПД, то есть мы не выкидываем в атмосферу топливо. Это очень важный тезис, потому что печка должна прежде всего обеспечивать полный дожиг, а значит и экономичность. Ну это, собственно говоря, иногда часто знаешь, кормить деньгами. А я все-таки считаю, что нужна печка, чтобы... Дальше. Парогенератор. Канал-приемник с двух сторон. Огромные стенки. Вот здесь полностью под этим экраном находятся стенки на топке. Стенки парогенератора. Что, конечно, естественно, улучшает общее качество получения пар. Он мягкий, легкий и в неограниченном объеме. На ограниченном количестве. Леш, уже есть здесь в Краснодарском крае, в Геленджике, в Анапе, в Чернодарском побережье у кого-то такая печь? Вот таких габаритов нет. Таких габаритов нет? Это первичная. То есть есть более маленькие модели из этой линейки кардио. Они уже существуют, ими парятся. Но именно печку, вот такую 80 кВт мощности под 70 кубических метров, не делал никто до нас. И мы в данном случае, так сказать, верны термину рекорд. Ну что, друзья, будьте первыми. 100% приобретайте данную печь. Радуйте друзей. Самое главное, радуйте себя любимого. И знайте, что все будет прочно, долговечно, экологично, эстетично. Ну и по-белому. Спасибо, Никита. Спасибо, Никита.